привет друзья лет сейчас как всегда поначалу поболтаю на разные индифферентные темы пока народ будет подтягиваться в эфир ну и потом буквально через минутку через две начну кто а посмотрит тот посмотрит кто не посмотрит потом посмотрит в записи скорее всего и возможно на ю тубе тоже появится это запись кстати на ю тубе хочу сделать сам live канал потому что конечно видео столько много появилось уже у меня что по тематикам да и по по самым разным самки тематикам поэтому те кто профильно хочет зайти посмотреть по единоборствам заходят на канал и видят уведомление о том что вышли сообщения предположим в разделе доктор шилов и там кухонный философ кому-то там интересно сам где следить за всей моей деятельностью а кто-то хочется видеть материал только по профилю поэтому я наверное live канал заведу где будут материалы такие которые делаются без сценария вот как вот типа сейчас да о том чего как этом рассуждение 5 10 которые так по ходу записываются на моем канале который значит обычные будут сделаны очень качественные и все материалы которые требуют видео монтажа предварительного сценария хорошего звука и так далее ну вот а сейчас я хочу поговорить о том о чем заявил в теме до этого вот эфира что же ты будешь делать ну тормоз едет но вот видите что получается потому что подкасты за рулем а вот чем это вызвано вызвано тем что совсем недавно и вот буквально на днях я приехал из москвы куда был приглашен на круглый стол союза ммэй где я делал доклад об этом события в общем то своем блоге написал на буду блог точка руда можно зайти посмотреть это один из крайних топиков это верху в самом там есть отчет о том что было до поездки как я готовилась книг и что было во время поездки то что будет после я наверное отдельную тему запишу вот ну и частично туда войдет то о чем я сейчас буду рассказывать очень была офигенная конференция если честно сказать докладов было более десятка скажу что из них буквально только два или три было никаких остальные были очень хорошие уровень очень высокие как с научной практике как с научной точки зрения так и и практической то есть и научно-методическая база но там означалось и практически какие-то методологии тоже были рассказаны мой доклад был заключать заключительным вот поэтому мне его пришлось прямо по ходу переделывать в процессе на выступление потому что многое то о чем я хотел сказать в качестве с прелюдий чтобы подвести непосредственно к основной части своего доклада многие докладчики так или иначе косвенно или прямо доложили мига я доклад свой переделал перестроил но тут с этим проблем на самом деле не было никаких потому что тема для меня который я докладал актуально я занимаюсь очень долгое время многие годы поэтому мне и готовиться к подобного рода доклада в общем то не надо я могу выступать по этим темам так спромтом совершенно без проблем ну и вот тема доклада моего было это профилактика спортивной специальной спортивной профессиональной травмы при ударе незащищенным или слабо защищенным кулаком интересно на самом деле тема вызвала живой живой самый нужен интерес который только мог бы я почему а потому что действительно вряд ли найдется хоть один боец ммэй которые имея постоянные но выступления не травмировал бы себе кулак потому что ударная база в ммэй на соревнованиях ведется вся тема вот кулаками практически незащищенной рукой то есть вот эта перчатка которая она сделана для того чтобы можно было совершать захваты и в то же время что она защищает она защищает руки от рассечения чтобы не было сечек на коже чтобы не было ссадин от глубоких повреждений кисти такая накладка не защищает от ушибов в какой-то мере может защитить но от глубоких повреждений нет когда идет сильные декомпрессии кулака в ударе особенно при промахе при попадании в локоть в лоб в колено в канвас ринга и и так далее не защищает вот и поэтому очень часто ломаются кости запястья пястья вывихивается лучезапястный сустав все происходит по одной простой причине ммэй вобрал в себя все самое лучшее давайте я по этой теме спорить ни с кем не буду я именно скажу самое лучшее в той мере что самое прикладное то что работает в боях максимально приближенных к свободному поединку где разрешено очень многое по крайней мере больше чем других видов боевых искусств и поэтому все лучшее то что действительно работает эффективно было перенято да то есть в том числе техника рук она взята в основном вся из бокса техника ударов кулаками потому что лучшие руки до самые динамичные то есть школа боя руками лучше всего освоена и отработана научно-методическая база и практически именно в боксе но бокс с натяжкой можно назвать боевым искусством потому что именно истинным боевым искусством потому что в нем нет оружия то есть и подготовка и сами бои ведутся защищенной рукой то есть защищенный бинтами тейпами перчатками и так далее и подготовка в том числе поэтому есть огромные силы удары пушечные есть хорошая стратегия тактика поединка но нет оружия потому оно и не нужно потому что боксы не подразумевает и и ведение боя голыми руками в принципе да для жизни как бы мы не готовим личных хулиганов в спорте в любительском или профессиональном руки максимально защищены даже больше что скажу в профессиональном боксе боксеры о руках настолько заботятся замечательно я переписывался со многими мне что понятно что там оружие из рук точно делать а никто не собирается обед мы этими руками кормимся мы бережем их там да там все то есть не дай бог перелом какой-нибудь все по максимуму как только можно вообще вот есть скажете кексин да где дерутся голыми руками да вот смотрите вот там дерутся голыми руками ну понимаете это техника каратэ это каратэ а каратэ что подразумевает каратэ подразумевает ортодоксальный как правило методы подготовки несмотря на то что как ужин это новодел некоторые вещи они пытаются все-таки брать из ортодоксальных систем а в том числе системы набивки а многие набивкой вообще не занимаются и мы видим во что это вытекает вытекает в том что во время соревнований мы Мы видим, что у них все кулаки замотаны пластырем. Либо после тамишевари, либо еще не доходя до тамишевари, уже у них руки все побиты друг об дружку. Все выбиты, кровоточат, замотаны пластырем и так далее. Вот вам, пожалуйста, показатель того, что происходит. Есть еще кудо. Там накладочки очень легенькие, тоненькие. Вот там действительно есть приближение. Опять же, что мы видим? Кудо в огромной своей самочасти напоминает ММА. То есть, что мы видим? Те виды, которые наиболее прикладные с точки зрения универсальных боевых систем, где разрешено все, и удары руками, и ногами, и где, значит, там очень часто ведутся поединки практически голыми руками. Накладка кудо, она очень тонкая. Вот еще в кудо тоже, как и в ММА, очень важно и заниматься закалкой и накреплением рук. Очень важно. Просто принципиально необходимо. То есть, там, где взята на вооружение техника классического английского бокса, который является лучшей боевой системой на кулаках, как-никак, но дерутся голыми руками, важна подготовка рук. Потому что, если мы возьмем классические методы подготовки английского бокса, ну, если мы взяли технику на английского бокса, то логично получается, что ММА в себя вобрал и методы подготовки, которые взяты из английского бокса. Ну, вообще, не будем английский говорить, будем говорить просто из бокса. Взяты и те же методы подготовки. Но они не совсем подходят, понимаете? Не совсем. С точки зрения стратегии, тактики, наработки, функциональной подготовки, комбинаторики, очень хорошо подходят. Все замечательно. Но они подходят с точки зрения подготовки рук, потому что даже подготовка рук у боксеров ведется защищенной рукой. Что первым делом делает боксер, заходящий в зал. Ну, если он уже размялся и все такое прочее. Он достает свои бинты и бинтует руки. Дело не в дело. Вот он вообще там собирается по лапам, по легким работать и все. Но первым делом бинтует. Понимаете, это как ритуал. Это как для мастера карате или для мастера кэндо сесть перед тренировкой в обозу за зеной, там отбить с мчелом поклоны в сторону шумена. Ну, в сторону, скажем так, алтаря местного дудзё, где висят фото патриархов, основателей и какимона с иероглифами там всякими разными, которые символизируют или описывают какие-то там изречения крылатые, названия стиля. Так для боксера руки бинтами замотать. Он пока руки бинтами мотает, он уже все, у него тренировка началась. То есть, видите, это такая, в некоем плане даже ритуалика, даже если ему эти бинты нафиг не нужны во время тренировки, может быть, он их все равно намотает. Ну, как же это? Это же трибутика. Для начинающих, а, понимаете, для тех, кто уже давно занимается, это привычка. А для начинающих это вообще необходимый ритуал. То есть, они по-другому себя боксерами даже не чувствуют. Он все бинты намотал, все, он стал на боксера похож. Все. Ну, и вот так это все дело вырабатывается. В итоге, если мы берем все эти методы подготовки, работы по снарядам, даже по таким, как лапы различные, мягкие мешки, пневматический мешок, да, и работаем. Вы видели, наверное, все, что по пневматическому мешку работают с забинтованными руками. Ребят, ну, это... В чем припинт-то? Почему надо руки забинтовать, чтобы по пневматике поработать? Вам что, пневматический мешок руку в хлам разобьет, что ли? Вообще непонятно, зачем это делается. Или на резинке, которая этот мяч, ну, на растяжках, в мешок. Он что вам, это поломает кисть, что ли, или костяшки разобьет? Нафига? А вот это все бинтование, оно учит разучиваться ставить правильные костяшки на мишень. А если еще, не дай бог, надеваются шингарды для работы по легким снарядам, все, все, вообще все потеряно. Ну, а по тяжелым снарядам работаем, там вообще все защищаем. И поэтому, хоть все боксеры знают, что надо бить двумя костяшками, там, указать на среднего пальца, в итоге на поверку хрена, кто этими костяшками бьет. Это уже проверено 100%. Стоит заставить их только снять бинты и поработать минут 15 голыми руками, пусть даже по самому легкому снаряду, чтобы не разбить руки. И сразу будет видно, какие костяшки покраснеют. Обычно это три костяшки со стороны мизинца. Как диктовал и учил бить Джек Демпси. Джек Демпси, потому что у него так это получалось, ну, как у всех в основном, да? И он поэтому эту базу подвел, что именно так и надо делать. Ну, может, так и стоило бы делать, если бы руки были забинтованы. Они у него и были забинтованы всегда. Поэтому эта вся тема, которая была разработана Джеком Демпси, она вся именно базируется на том, что вы работаете в перчатках и защищенными руками. Не подходит она для ММА, не подходит она для Кудо. Все не то. Голая рука требует правильной постановки. Правильной в том ключе, что и биомеханики требует правильной, наиболее правильной. И той постановки, которая гарантирует наименьшие повреждения. Так вот, со стороны большого пальца, если бить косточками указательного и среднего пальца, а мне вопрос часто задают на семинарах, какими же косточками все-таки лучше бить. И этим именно и надо бить. Потому что со стороны большого пальца, в проекции этих косточек, когда мы выстраиваем удар кулаком, находится лучевая кость, которая толще гораздо, чем локтевая. И выстраивается, и у нее как раз, она формирует в большей степени лучезапясный сустав в переходе в кости запястья. Вот. То есть там распределяется широко нагрузка. И тогда получается минимальный травматизм. Поэтому именно так это правильно будет, наиболее. Ну и кроме того, эти костяшки более крупные, они более массивные. Они лучше подготавливаются именно при методической работе, при подготовке. То есть, понимаете, можно там набивать косточку от мизинца, но она настолько хрупкая и тонкая, что даже если вы ее хорошо закалите, она все равно будет более хрупкая, чем, предположим, косточка со среднего пальца. Вот это по-любому. Даже почти неподготовленная косточка среднего пальца, она крепче на разрушение и на травму, чем даже хорошо подготовленная косточка мизинца. Все. То есть очевидно, что готовить надо. Ну, в принципе, готовить надо, конечно, все. То есть при закалке кулака надо комплексно подходить к вопросу. И укреплять нужно все костяшки. Но при работе по снарядам надо все-таки пытаться бить не как Бог на душу положит, а тем, чем надо. А как не надо, оно само получится. Ну, так вот. Ну и вот. И что хочу сказать. Выступив на конференции, подняв эту тему, сейчас я продолжу, о чем я там говорил, я был приятный, нет, удивлен я не был, скажу так. Мне было приятно то, что нашло это глубокий подклик и понимание, и интерес. Потому что докладывал я вот в каком-то аспекте. Значит, ММА постоянно молодеет. То есть, если раньше в ММА, это было шоу прежде всего, профессиональное шоу, которое допускало в свои круги, как правило, подготовленных уже бойцов из разного вида направлений. То есть, это было именно шоу, это не спорт был. И даже были правила уже потом, когда это стало становиться спортом, что на бои от ММА допускаются люди, имеющие разряд в каком-либо виде боевого спорта ниже кандидата в мастера спорта. Понимаете? То есть, это говорило о том, что ММА вообще не был даже видом. Теперь это стал собственный вид, культивируемый на территории России. Соответственно, открываются детские секции. И все с более молодого возраста, уже с 12 лет там, по-моему, можно. И еще с меньшего возраста скоро будет можно. Ну, тогда водителей в секции выйти. Мы, понимаете, мы не должны допустить, чтобы дети травмировали свои руки. Понимаете? А в ММА, я сказал уже, нету такого, чтобы кто-то не выбивал себе руки, пальцы там, суставы. Потому что это стали вообще считать нормой. Хотя это не норма вообще, в принципе. Это не норма в корне. Я просто повторяю это с кусками свой самки доклад. Ребенок, который пришел заниматься в сексу, значит, ММА, он не факт, что потом станет профессиональным бойцом. Мы не должны рассматривать его, тренера, которые занимаются с ними. Не должны рассматривать это так, что мы там идем на все жертвы, пускай все руки ломает, он же все равно будущий боец. Абсолютное большинство детей, которые занимаются боевыми искусствами, в дальнейшем свою жизнь с боевыми искусствами не связывают в серьезной мере. А, предположим, он занимается еще музыкальной школой, или художник, или, в конце концов, программист, где нужны пальцы, чтобы, по крайней мере, на клавиатуре ходить. В общем, руки и пальцы функциональные и подвижные, они нужны любому человеку. И мы не можем ребенку в детстве, скажем так, испортить руки, чтобы они стали менее функциональными, чем лишить его в дальнейшей взрослой жизни части выбора, чем он должен заниматься дальше. Может, он вообще выберет какой-то родственной деятельности, где ему нужны очень подвижные пальцы. Гитаристом станет профессиональным. А он уже не станет, понимаете? У него контрактуры будут с кистью, которые лишат его подвижности рук. Поэтому мы об этом должны думать и свести к минимуму абсолютно травматизм. Да и для профессионала тоже. У профессионала есть определенный срок, когда он действительно профессионал. Потом все равно тот возраст наступает, когда человек этим боями непосредственно деньги уже не зарабатывает. Кто-то уходит на тренерскую деятельность, а кто-то меняет род деятельности вообще, понимаете? И, собственно говоря, он уже не будет заниматься. А руки? Что делать и с ними, когда они стали уже самими корявками, с граблями? Ребят, те, кто только подтягивается в эфир, обязательно посмотрите его потом с самого начала, потому что очень большую базовую часть я уже рассказал. По тому, как я доклад делал на Союзе ММА России. Вот. И смотрите. И мной были предложены сразу два метода, о которых я рассказывал как бы раньше. Всегда, везде, для многих, кто следит за моей деятельностью и за практикой, будет все, в общем-то, достаточно далее. И все понятно. Только привязка будет именно к ММА в том числе. Есть два метода, как укрепить свои руки. Два. Первый метод ортодоксальный. То есть мы не совсем ортодоксальны, скажем так, но подход берется из ортодоксальных методов. Мы просто делаем анализ, где же самые крепкие руки, самые крепкие кулаки, мы можем быстро прийти к такому пониманию, что, наверное, скорее всего в ортодоксальных стилях карате, где набивки неконечности посвящают огромное количество времени. Это старые, там, кинадские направления какие-то, вот, и так далее. Ну, если проанализировать, то мы видим, что методы эти абсолютно не подходят для, значит, ММА, в той мере, как они делаются именно в ортодоксальных школах. Да, добиваются результатов просто фантастических, там, не знаю, камни крушат, там, и все такое прочее. Почему не подходят для ММА? Во-первых, требует огромного количества времени такая подготовка с десятилетиями. А у нас такого времени нету, потому что мы хотим, чтобы у нас к 20 годам бойцы уже были топовые. Ну и, по крайней мере, мы хотим довольно быстрого прогресса в обозримом времени. А здесь получается большой разброс по времени. То есть человек в спорте достигает результатов высоких уже достаточно молодом в этом возрасте, а набивки, а в набивке результатов он только достигнет гораздо более поздним, когда пройдут с десятилетиями. К этому времени он уже 20 раз свои руки сломает. Для этого смысла, в общем-то, никакого такой же подготовки не будет. Он же карьеру заканчивает свою, когда у него только руки крепкими стали. Ну, в итоге логики вообще никакой. Ну, понятно, почему такие методы не подходят. Еще потому что они превращают руки в грабли. А я уже сказал, почему это не нужно, да, самосовременному человеку. Потому что в современной жизни подвижные руки вообще необходимы. Вы даже не сможете нормально на телефоне, на своем айфоне или на андроиде набрать какой-то текст, если у вас будут руки-крюки. Это самое минимальное, что можно сказать. А если даже не сможете механические часы завести, да, головку маленькую, часов механических. Ну, в общем, короче говоря, а если еще это, там, род деятельности, там, музыкант-человек или что-то, то все бесполезно. Вот. Руки грабли. Более того, они выглядят ужасно. Поэтому это не подходит. А почему вот такой метод, да, получился в ортодоксальной теме? Ну, тогда, во-первых, актуальнее было именно жесткость рук, а не их вид внешний. Это раз. А два, потому что не было знаний в области наука человека, в спортивной медицине, в спортивной физиологии, биомеханике, гистологии, анатомии и так далее. Поэтому все делалось эмпирическим абсолютно путем, как мог окинавский, там, крестьянин, не зная ничего, создать какую-то методику. А современные мастера боевых искусств из-за кинавского Годжуна говорят, они лучше знали наши преды. Да ни хера они не знали ничего. Ничего не знали. Как бог на душу положит, сами пробовали, там, у кого-то получилось сделать руки крепкими через 30 лет. Все. Вот и давайте будем тебя так все делать. Нет бы немножко мозгов приложить, как того же результата, сами добиться, предположим, за 5 лет. Ну, и кто приложил мозги, вот я, например, да, и разработал методику подобную, и люди, работая по моей методике, добиваются уже давно результатов таких. То есть за 2-5 лет делают руки такие же, как у супер, там, мастеров, там, окинавского Годжулю, такие же крепкие. Чтобы в стену долбануть один раз, или даже десяток раз, там, со всей дури, и не повредив кулак, можно этого добиться. Очень даже это несложно. Элементарно, можно сказать. Если понимать методику, все, как это делается. Вот и все. Так, дальше. Поэтому методы не подходят. А современные методы подходят, они разработаны. То есть, ну, для этого нужен, конечно, и метод, и нужен совершенно другой самкиснаряд. То есть эти камни для этой цели не годятся, стены не годятся, жесткий макевар не годятся. Годится лишь упругой макевара. То есть, чтобы мы били по-жесткому, но упругость макевары эту жесткость нивелировала. И все. Получается, что мы бьем жесткое. В итоге встречаем жесткое сопротивление, идет упругое мягкое. Происходит комплексная подготовка как кости, так и связочного аппарата. Все нюансы рассказывать не буду. Это смотрите мои каналы. Там очень подробно рассказывается работа на макевар. Это первая часть. Но она не подходит, такая подготовка для детей. Потому что ударные методы подготовки, сам кулака, особенно во что-то жесткое, в тяжелый мешок, например, в макевару какую-то там даже. Даже стояние на кулаках-то банальное и подпрыгивание на них, они поспособствуют тому, что нагрузка большая на кость приведет к тому, что в этих костях быстро закроются зоны роста. То есть произойдет их нотабызвествление. И кость станет крепкая, но она расти не будет. То есть почему кость растет? Потому что она имеет некоторые точки, которые имеют хрященнодобразную такую консистенцию. У них и происходит соотделение клеток костных. И кость растет в длину. Если ребенок занимается такими видами спорта, где нагрузка на костяк очень большая, то кости в угоду тому, чтобы крепче стать, эту рыхлую текстуру закрывают очень быстро. И кости не растут в длину. Они в толщину растут, укрепляются, крепче становятся. Но в длину не растут. Именно поэтому, как правило, низкорослые дети, которые занимаются спортивной гимнастикой, которые очень рано пришли заниматься. Нагрузка на костяк большая, длинные трубчатые кости перестают очень быстро расти. И все наши атлеты и гимнасты, как правило, они низкого роста. Ну так рабаты тоже самое, потому что там ударная нагрузка на позвоночник постоянно. То есть каждый вот этот вот спрыжок, приземление, это очень большая нагрузка на позвоночник. Вот, ну такие пироги. Поэтому детям, в принципе, бить во что-то жесткое нельзя. Но тут опять же, что приходит на ум и вообще. Дело в том, что на макеваре упругого типа можно работать не на ударную технику, а технику, которая выстраивает конструкцию ударного звена и постановку прихода на мишень. Баёк у макевара можно сделать настолько мягким вообще, что ребёнок не будет испытывать, в принципе, нагрузки почти никакой. А вот постановка будет на мишень, у него руки абсолютно правильная. Вот. Но для детей, опять же, всё-таки подходит больше другой метод. Он обязательно должен и у подготовленных атлетов тоже применяться. Это метод укрепления кулака изнутри. Когда мы укрепляем сумочно-связочный аппарат всех мелких суставов, которые сформируют нашу кисть. Это кости запястья и пястья. Вот. А также мышцы, которые заполняют пространство между этими косточками, которые к этим косточкам крепятся. Вот. Это различные червеобразные мышцы, мелкие мышцы, которые отвечают за мелкую моторику кисти. Не пальцев, прежде всего, а именно кисти, как таковой, которые в лодочку формируют руку, разгибают кисть, или закрепляют её в прямом состоянии. Вот так сдвигают, раздвигают пальцы. Вот эти мышцы и связки. Если мы их надкрепляем, развиваем их, то стабилизация относительно друг этих мелких структур делает руку очень крепкой. И когда мы сжимаем свои кулак, эти мышцы ещё больше сокращаются, становятся толще, ещё плотнее заполняют все пространства, которые в кисти есть, и ещё плотнее фиксируют косточки между собой. То есть они косточки натягивают друг друга на себя, а сами мышцы распираются в сторону. В итоге получается двойная такая нагрузка, одна наружу, другая вовнутрь, которая очень плотно сцементирует нашу кисть. И косточки друг относительно друга неподвижны. Во время удара кулак минимально деформируется, происходят минимальные, меньшие расклинивающие действия, как если бы кулак был рыхлым. Поэтому при ударе в жёсткое, рыхлый кулак просто разрывается внутри. Вот эти все компоненты, эти мелкие связки, они расходятся в стороны, они разрываются, перерастягиваются и так далее. Получается травма. Если они плотные, ничего не разрывается, не растягивается. Методики для этого тоже есть. Методики довольно простые. Ну, с одной стороны, когда знаешь, как их делать, методология, потому что комплекс, она достаточно большая. Всё это разработано тоже мной. У меня, кстати, вышел в своё время курс очень большой по этой теме, который называется «Стальные руки. Первая часть». То есть пальцы, запястье, пястье. Ну вот, и по нему уже годами работают люди и добились выдающихся саморезультатов. Он не только подходит для бойцов, он подходит для силовиков, для силового экстрима, армлифтеров и борцов. Кроме того, все эти методики, они также применяются не только для профилактики самотравматизма, а и для реабилитации и после травм. Вот такие пироги. Вот я доложил эти две методики, предложил их принять на вооружение в ММА. Почему? Потому что ортодоксальные направления по типу каратэ методики братья особо сильно не хотят, потому что они в нафтолине своём купаются, они всё, у них эти предки были самыми умными на свете, поэтому они, если бы ещё дальше копнули, они бы как австралопитеки, кремниевыми топорами дрались бы. Те предки ещё умнее были. А ещё до них умнее были предки, которые не знали там огня даже и друг другу там глотки зубами грызли. Вот те вообще, что они принимают с теми методами подготовки? Там убивали люди друг друга только так. От этого жизнь самозависела. Вот у них это были подготовки шикарные, да? Ребят, надо совершенствоваться. Ортодоксальный гикаратэ самый тупой, на мой взгляд, в плане пересмотра системы ценностей направления. Самый тупой. То есть самый ригидный, самый нединамичный и самый, ну, так отсталый по этому. Все виды интерстального каратэ. Все. Все до единого. Те, которые не принимают что-то нового. Они и того не понимают, что их мастера, которые создали, ну, патриархи, которые создали в своё время этот стиль, они потому и стали так известны, потому и создали эти стили и выделили, что они сами были в своё время новоделами. Они вот отошли от китайской руки, от чего-то ещё и выделились в свои системы. Их точно так же не воспринимали в своё время как последователи старых школ там каких-то, понимаете? А теперь всё, прошло время, и вот они стали пророками, что называется. Это естественный путь абсолютно. То есть надо обязательно оборачиваться на прошлое, брать оттуда лучшее, но смотреть надо в будущее. Не надо тупить. Ну, они, в общем, не возьмут. Я годами пытался донести до них методологию. Они будут всё равно по-своему делать до тех пор, пока живы патриархи их и там пока находятся последователи, которые готовы там уродоваться с ними вместе, там кривляться, там уродоваться и всё такое проще. Ну, вы уж извините меня, там, там, ребят, которые занимаются гуджурю там или чем-то там ещё. Ну, кто вам это скажет ещё? Больше никто, потому что вы на друг друга смотрите самозабвением, у вас там традиции, там всё понятно. Вам это никто не расскажет больше. Всё. Потому что вы ни с кем не контактируете. Вы сами себе это всё хорошо знаете и никого не видите. Я бы, конечно, мог сказать вам то, чем вас всё время это попрекают. Если вы считаете, что вы это сам сильно крутые, пожалуйста, в октагоне можно всё проверить. Вот. Как это всё работает. Я не в том плане, кто кого-то побьёт, а я даже хотел бы просто посмотреть, кто там больше самки травмируется, кто себе больше нанесёт сам ущерб, там, поломав все руки, пальцы. Я уверен, что мастера этого гуджурю поломают себе рук намного больше. И ног. Несмотря на все методы подготовки, но это ортодоксальные. Почему? Потому что ещё надо это всё применять в аспекте прикладном, а не просто по камню платить. То есть нужно сразу применять всё это дело на практике. Ну вот. А второй метод... Так, сейчас, секунду. Вот. Бокс не приемлет это по другой причине. А зачем им, собственно говоря? Они же не хулиганов готовят уличных, да? Они как занимались, так и будут заниматься. У них всё отработано, всё разработано. Нафига им это всё дело нужно? Они просто ещё больше тейпов все на руку навернут, ещё больше пластыря, и в итоге всё у них будет замечательно. Чего им, собственно говоря, переживать по этому поводу? Там вся система проработана. То есть не надо голыми руками работать, не будет у тебя никаких травм и повреждений. Всё замечательно. Вот. И вот только те виды, которые сейчас занимаются непосредственно продвижением ударной техники, практически незащищённой саморукой. Вот я их отмечаю прежде всего. Ну, три таких направления. То есть ММА, Панкратион и КУДО. Вот. Вот тем это всё дело понадобится. И я рад, что они берут это дело на вооружение. Учитывая то, что они наводилы все, они не стесняются обрать что-то новое. Они и так, они в самом начале и состоялись-то потому, что брали самые лучшие. И здесь они берут тоже самые лучшие. И методологии, и снаряды берут самые лучшие. И методы подготовки берут самые лучшие. ММА в этом плане, наверное, ещё прогрессивнее всех. Потому что они берут всё, что может работать и принести пользу, да и даёт максимальную эффективность в плане подготовки. Вот. И поэтому, скорее всего, я надеюсь, что будет эта тема развиваться. Снаряды мои, вот эти макивары, конструкции ЕК Мертон и МБШ, они будут приняты как снаряд, но это обязательный при подготовке бойцов ММА. И методики по закалке на укреплению кистей рук тоже будут, мои методологии, доведены как обязательно к распространению, по крайней мере, в секциях детских. Если профессионалы готовы жертвовать своими руками, это их выбор, ну, это осознанный. Но те, кто тренирует самодетей, самтренера, они не имеют права делать выбор за детей. То есть, зная, что это будет обязательно самотравматизм, вести детей к этой травме. Они должны сделать все, чтобы от этого самотравматизма не было. Поэтому будут ли взяты мои методики или чьи-то другие, это, в общем-то, не так и важно. Главное, чтобы эти методики были действенными и они действительно работали все. Ну, мои методики уже опроверены, этой темой занимался я долгие годы. Учитывая даже ту систему, вернее, те доклады, которые были на этом союзе МММА, я хочу сказать, что даже те мои коллеги-медики, которые выступали с различными видами, с различными докладами о том, как делается диспансеризация, проверяются атлеты перед соревнованиями, никто не заговорил о профилактике травм как таковой. То есть, все говорили о том, может атлет выйти или не выйти, дадут ему допуск, чтобы выйти на соревновании или не дадут. Но даже если атлет получает допуск, то есть, по всем параметрам для соревнований подходит, здесь ничто не гарантирует ему, если он этим сам не занимался и с ним этим не занимались, что он аутотравму не получит. Да, обычную травму может получить, ему могут нос сломать, сломать руку, порвать связку, но это та травма, которую в боевых видах спорта атлеты наносят друг к другу. Это трудно профилактировать, потому что сама техника направлена на разрушение противника, если грубо говорить. Но никакая техника не должна направлена быть на саморазрушение, то есть, аутотравматизма быть не должно. То есть, человек, который бьет, свою руку в ударе ломать не должен никак. Это маразм, это глупо, это неправильно, это абсурд. Ну, собственно говоря, вот и все, что я хотел по этому поводу сказать. Был очень рад я выступить на круглом столе Союза ММА. Пригласили меня на международную конференцию МОД ММА, которая состоится в сентябре, не помню в каком городе, но это в России будет. С этими докладами и думаю, что с коллегами, с которыми я повстречался на круглом столе, мне удастся еще дополнительно пообщаться и начнем мы систему внедрения методик по практике. Профилактике спортивного специального травматизма профессионального в самые широкие круги в секциях ММА. Был очень рад с вами пообщаться, друзья, сейчас обязательно, кто присоединился к эфиру, только что посмотрите все с самого начала, уверен, вам будет интересно, нисколько не сомневаюсь. Кто в записи посмотрит, тоже посмотрите с начала до конца и подписывайтесь на мои каналы на Ютубе. Можете просто на Ютубе набрать Михаил Шилов, меня найдете сразу. мой канал, а также мои сайты budoshin.ru, budoblog.ru, makevara.ru, drshilov.com и korrektura.ru. На этих тематических каналах вы тоже найдете интересную для себя информацию, какой вам больше понравится, какой вам больше по тематике подходит, что касается здоровья, изменения фигуры, коррекции, снижения веса, либо это боевые искусства, либо это медицинская какая-то тематика. Выберите, которая нравится, подпишитесь, получите массу бесплатных видеокурсов, аудиокурсов, рассылок. Мы с вами будем видеться чаще, а вы, главное, не передавайте своим друзьям все это дело, давайте ссылки и репосты, и тогда нам всем будет больше пользы, и вам, и мне. Все, друзья, пока. У меня тренировка. Редактор субтитров А.Семкин